Как оно само рассосется и нормально. Мало того, что они здороваются, они не знают, кто с тобой живет. Это временно электричество, здесь страшно сюда вообще подходить. Попали в третий, третий у нас не сдан, а ситуация сильно не поменялась. Блин, это еще бизнес-класс, господи, что за уродство. Они просто расхерачили стену. Даже ладно, его не достроили. Смотрите, куда у нас идет заземление, просто вот оно, а насрать. Сюда же никто, говорит, не залезет. Меня это, конечно, не устраивает. В процессе, видимо. Я сейчас хожу с вами, смотрю, на самом деле даже проблем больше, чем я думал. Это что такое? Решалось по заявке, заявка вообще не имеет никакой силы. Ключи от пары. Вот это просто качество. Да, да, там картинки вообще были шикарные. Ну конечно. Нужно будет заранее мне продумать, что меня там может в кладовке затопить. Я не знаю, что здесь должно было быть. Он мокрый. Настоящее модумское море. Это вообще проблема. Вот это что такое? Получается, система эта не работает. Всем добрый день, меня зовут Павел. Я являюсь жителем жилого комплекса МОДОМ. В данный момент мы находимся на парковке. У нас произошла такая неприятная история, что... Это заливает наш паркинг, который стоит кучу денег. Стало потапливать паркинг, кладовки и частично жилые подъезды, места общего пользования. В общем, сейчас мы с этим пытаемся как-то разобраться. Управляющая компания вот только сейчас активировалась. Они что-то делают. Но реальная проблема глубже. Потому что сейчас вот пытаться устранить ее, либо остановить течь. Наверх мы поднимемся, я покажу, где конвенционные люки для ливневого стока. Закрыты просто целлофаном. А вот, друзья, мы с вами видим ливневку. Здесь видно, что нормально сделать застройщик. Сюда идет вся вода, но управляющая компания закрыла все пакетом. Для того, чтобы не затопило паркинг. Ну, вот еще мы видим один пакет. Должна быть ливневая канализация. Она просто здесь, люк закрыт. Соответственно, вода туда практически, скорее всего, не уходит. И мы видим большое скопление воды. Огромное, я бы сказал, настоящее Модумское море. Получается, система эта не работает. Я правильно понимаю, Павел, что работает так, что если бы их не закрыла управляющая компания, то вся вот эта дождевая вода так же и лилась бы все сутки. Там вчерашний день, там сегодняшний день прямо в ваши подземные паркинги. Ну, она и сейчас, видимо, продолжает. Вода тоже найдет место. Скорее всего, она продолжает где-то... Ну, просто не в таком объеме. Да, продолжает где-то просачиваться. Но как эта система устроена, непонятно, потому что она должна работать. У нас там стоят лужи наверху перед местами паркинга, перед подъездом. Сейчас скапливаются лужи в первый корпус, второй корпус, третий корпус. Этого, конечно, не должно по проекту. Вся вода ливневая, это же дождь. Ну, ливневка должна входить. Да, они предусматривали. Снег там будет. То есть все это должно функционировать, работать. Потому что мы здесь будем постоянно пользоваться. Нам же это будет тоже дискомфортно. Ну, здесь, например, видно, да, вот так по периметру, когда смоешь, видно, что бетон мокрый. Он подсосал воду, что здесь было много воды. Но, например, страшно, что придешь, он у тебя просто будет затопленный. Ну да, ты сам не можешь подойти, то есть ты весь будешь грязный, это как минимум. Ну и во-вторых, мы паркинг покупали для того, чтобы пользоваться там сухо-чисто машинной безопасности. Вот здесь, конечно, я не знаю, как это вообще даже вот... Но у вас настоящий бизнес-класс. Пытаться решить, да. После дождя вашу машину окатит дождевой водой в паркинге. Да, у нас, кстати, по проекту должна была быть мойка. Тоже мы на это рассчитывали, надеялись. При заезде в паркинг где-то должна была быть установлена либо автоматическая мойка, либо платная. Ну, в общем, какой-то должен быть комплекс именно мойчный для автомобиля. Мойки автомобиля, да. Его нет? Его вообще нету. То есть неизвестно даже, где он должен быть, как он должен быть. Но в итоге сейчас тут... То есть вы когда приобретали квартиру, вам менеджер застройщика говорил о том, что будет мойка? Ну, лично мне говорили, что будет закрытая территория. То есть комплекс будет закрытый. Закрытый под шлагбаумом, под забором. То есть в отличие от Ариоста, мы рассматривали вариант либо Ариоста, либо Модум, что Модум будет как бы единый комплекс. Вот они либо все три дома будут закрыты, либо как-то по отдельности. У вас все открыто? Этого нету, да. Мало того, что открыто. Я сейчас в подъезд зашел, там даже магнитный замок не работает. Ну, таких очень много недочетов. Мы уже на это внимание не обращаем. Но такие глобальные территории, вот лично мне... Я потому что это спрашивал, раза три в отделе продаж. Просто уже те менеджеры, которые нас проводили к сделке, они уже не работают. Там их нету. Вот. Соответственно, где они эту информацию брали, я тоже не знаю. Ну, застройщик говорил, коммерческий директор. Наверное, так было. В общем, лично мне вот закрытой территории, ее нету. Второе, там, по поводу паркинга. Паркинг дорогой реально. Если рассмотреть у нас среди соседей, у нас самый дорогой паркинг. Чем он отличается? Ну, не знаю. Видимо, стоимостью квадратного метра именно дома же комодом. Сам паркинг, ну, я бы не сказал, что он глобально какой-то другой. У меня здесь место. И вот оно находится под ленточкой закрытой. Почему он так находится? Ну, я тоже, да, обратил на это внимание. Либо это места еще в продаже. Ну, тоже, как бы, я не знаю. То есть, лента, ну, именно ограждает опасность. Либо они тут убирали. Да, то есть, как бы, почему. Они вот... Пойдемте, пройдемся. Впереди какие-то провода тут и вижу. А какие еще, кстати, соседи слышно, когда живете в квартире? Нет, я сейчас не живу. У нас много кто не живет, еще ремонты делают. Но первый корпус, он активно заехал, потому что его сдали раньше. Так, ну, вот смотрите, у нас получается это самое низкое место. Здесь находится погружной насос. Мы уже с вами видели, где вот эта сетка открыта. Вот он, соответственно, датчик. Ну, и, соответственно, у застройщика круто сделано в проекте. Чтобы работал, соответственно, этот насос, его нужно подключить к электричеству. И это сделано вот так. А он так не должен? Ну, во-первых, это можно было сделать трассу под бетоном. И, соответственно, кабель проходил бы прямо туда, запитывался. То есть не нужно вот эти были провода. Тут ходят там дети, ездят машины. То есть на это можно наехать. Непонятно, что будет дальше. Тем более здесь есть влага. А это электричество. По мне это небезопасно. И это, знаете, как... Я не сделал розетку дома, а просто купил удлинитель. У меня, знаете, бывает, приходишь к людям в квартирах, у меня там все в удлинителях. Потому что у них там одна розетка. Особенно вот в советских панельках. Почему вот в новом доме бизнес-класса в проект сразу было не вложить трассу в бетоне, для того чтобы не было этих проводов. Здесь вот видно... Смотрите, вот это еще такое. Это еще по ходу со стройки. Вот у нас шкафы пожарные. О, смотрите, а здесь есть рукав. Автом не было. Ну ничего себе. Рукав? Да. Вот это прям плюс жирный. Но он и красного цвета, видите, он подписан. Ну все равно, видите, нарушение пожарных норм здесь должно быть опечатано и должен быть ответственно за пожарную безопасность. Здесь его просто нет. То есть управляющая компания приняла каким-то образом, но, видно, не до конца приняла. И вот обратите внимание, тоже вот на потолок здесь посмотрите. Вот видите, синий колпачок, вот он. А, да. А это, соответственно, нужно его было демонтировать после сдачи дома, но этого никто не сделал. То есть если, не дай бог, будет сдымление, то датчик, естественно, не сработает. Но из-за того, что здесь все затопило, вот он видно тоже, их подключили. Их подключили и открыли. Вот. Ну про то, что вы сказали, что, конечно, надо было их как-то закрыть хотя бы. Нет, они вообще, погружной насос должен всегда быть подключен к электросети и автоматически работать. Но вот мы здесь видим, что, во-первых, они для чего сняли крышку? Вот видите, они подняли датчик. Да. Для того, чтобы насос не работал. Я полагаю, что если его опустить, то он, наверное, заработает тогда, раз они его подняли. Тут видно, конечно, все уже вот прогнило, весь вот этот металлический уголок. Да, ощущение, что здесь ты уже живешь там. Вот эта самая низкая часть, вот эти желобки, по ним как раз должна быть уклонка нормальная, и вся влага должна вот в эти места уходить в паркинге, в подвале любого дома. Вот, например, мы видим здесь гофра. Вот это что такое? Вот это что такое? Какое-то... Что-то здесь было. И что-то они здесь не доделали. Но вот зато кто-то кондиционер поставил. Вот мы видим слаботочка. КПС какой-то. Вот кто есть в этом разбирается, напишите, друзья, что здесь должно было быть. То есть здесь что-то должно было быть. Какой-то датчик, пульт вызова. Видимо, крепление. И нифига нет. А может здесь эта система вот этого задымления, которая... Ну, возможно, датчика... Стоит, стоит она. Ну, возможно, я не знаю. Но, видите, здесь просто этого нет. Это вообще проблема. У нас от модума, от арсенала не предусмотрены кондиционеры. То есть места на фасаде нельзя их ставить. Но я понимаю, дом красивый, нам нравится, он очень многим нравится. Но можно было как-то, видимо, продумать, потому что... Ну, кондиционеры... Ну, это изначально нужно закладывать в проект, закладывать трассы, потому что вы их можете смонтировать, в принципе, на балконах, проложить трассу, когда делаете ремонт. Но здесь вопрос, куда конденсат будет уходить. Да. Когда стоит у вас, например, на балконе блок, и у вас там есть комната, вот через комнату тащить трубы для отвода, ну, это дурость. Либо ставить бутылочку, либо как-то в окно... Ну, да, ну, какие варианты? То есть даже вот рассмотрим кондиционер, балкон. Балкон не у всех есть. У нас есть часть квартиры, вот лично у меня, она без балкона. Есть где с балконом. И даже вот если балкон, ну, ты жертвуешь место определённое, плюс там жарко будет, потому что он будет стоять вот такой блок, он будет гудеть, греться. Ну, и вообще, в принципе, для кондиционера ему не предусмотрено, чтобы он прям стоял где-то в квартире. Есть, конечно, там модели, которые стоят. Но в целом нормальная его работа, чтобы он обслуживался, был на воздухе, обветривался. Ну, как бы такая его работа. Мы просто этот момент изучали. У нас сейчас кто-то от кондиционера отказывается. Я тоже не знаю, что будет делать. Но я в квартире не знаю, где его куда ставить. Вот здесь вот решение получается. Оно шикарное. Ну, я так понимаю, мы тоже можем все это сделать. Они его, похоже, вручную подключают. Да. Потому что сейчас мы смотрим, вот здесь что-то другое запитано. Ну, вот здесь стоит вода. Ну, вот, кстати, обратите внимание. Пломба. Ну, здесь хотя бы пломба есть, да. Здесь ее нету. Тут есть как-то все, да, выборочно очень. Ну, хотя бы есть табличка, что здесь выход к лифту. Ну, блин, указатель на самом деле маловато. То есть я бы их делал яркими, а не черно-белыми. И большими бы по размеру. Смотрите, а что это такое? Можем пройти... Я не знаю, здесь, конечно, много вопросов. А, ну это какая-то система. Экосети, оборудование для очистки сточных вод. Хорошо. У меня вопрос, почему это вот так это на палках каких-то стоит. Тут кусок ОСБ. Здесь, соответственно, все в воде. Ну, в общем, как-то так странно, конечно, все это сделано. Причем странная очистка. То есть вот здесь должно выходить. Сюда, наверное, заходить. Я не специалист в таком оборудовании. Но что-то, по мне, его откуда-то притащили. И, возможно, его вообще здесь не должно было быть. Ну, вот тоже, да, вот. Блин, ну вот я вот здесь, грубо говоря, первый раз. Не указателей, вообще ничего нет. Куда идти, вообще непонятно. Люки открыты, потому что вот это тоже проблема. А тут тяжело ориентироваться, нет никаких указателей. Ну, вот здесь видно, что вода была, причем так прилично. Но она и сейчас, видите, она же сейчас поступает. Он мокрый. Да. Он мокрый. Вот эта ржавчина пошла. То есть где-то здесь арматура... А, так вот она, обрезанная арматура. Смотрите. Вот арматура была. То есть они ее просто... Что-то они тут накосячили. Ну, вот здесь видно все в воде. Управляющая компания ездит. Это все растаскивает, чтобы быстрее высыхало. Я вот здесь еще, кстати, тоже внимание так надо посмотреть. Но мне кажется, вот этих желтых таких пятен не было. Это либо проступает... Ну, это грязь какая-то, это брызг. Грязь, да? Я даже не знаю, либо это... Ну, это просто пыль какая-то. Здесь, похоже, они пилили кирпич, наверное. Из-за этого все вот в таком виде. Ну, просто такое ощущение, знаете, что как будто чем-то плеснули. Ну, а здесь видно, что вот все мокрое. Все во влаге. Значит, мы, получается, на минус первом этаже. Это паркинг бизнес-класса. Вон, высыла остались. Вон, тут вода еще. Вон, видите, в углу трубы. И вот это у нас вход. Для того, чтобы понять, что это пятый подъезд, спасибо строителям, что указали цифру 5. Я не знаю, как тут должен быть, конечно, устроен сам процесс технологический. Ну, вот с нее прям здесь... Вот здесь прям вообще больно. Ну, просто, скорее всего, на такое количество воды она была не рассчитана изначально. Ну, там воды немного. То есть, если помните, раньше советские ящики такой лентой металлической отбивали. Вот здесь такая же фигня. Там у нас же... И, соответственно, я понимаю и полагаю, что из-за большого объема воды ее туда хлилинуло очень много. А вот здесь есть, кстати, посмотрите, вот камеру хорошо можно поднять. Тут видно, что просто туда заходит труба. Вот даже отсюда видно, посмотрите, Павел. А, вот она почему была? Вот отсюда вода и пошла. Пошло много воды. И она, получается, в обратную сторону. И она, соответственно, пошла в обратную сторону. Потому что вода всегда дырочку найдет. Но даже вот это решение я вообще не понимаю. На что рассчитывали? Что вообще дождя не будет? Это бизнес-класс, Павел. Ну вы что? Это бизнес-решение. Да. Как можно сделать дешевле в бизнес-классе. Смотрите, друзья, мы с вами заходим. Вот у нас еще какой-то выход. Здесь стяжка вся мокрая. Здесь у нас какие-то оголенные провода, Павел. Аккуратно, аккуратно, осторожно. Тут вообще непонятно. Под напряжением это нет. Тут все в воде. Вот здесь тоже видны разводы. Вообще непонятно, что это за помещение. Это здесь кладовки. Это кладовые. В жилой части. Это, видимо, какой-то техблок. Фу, вонюще здесь такой. Здесь, да, стоит. Это бизнес-класс. Тут вообще дырение. Нормальная пожарная безопасность работает. Тут все в воде. Вот это кладовки. О, Господи, какой аромат. Фу, Господи. Здесь просто вонище. Но здесь, судя по вот этому кирпичу, то есть здесь сантиметров 12 воды было. Весь нижний ряд он пропитан влагой. Ну вот это, да, есть. Здесь у нас есть и соседки, но сейчас она не может подойти. Фу, Господи, какой аромат. Да, и вот видите, получается, стоит. Ну так вот, да, 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 кирпич. Кирпич, вот получается, вот целый кирпич и еще половина это все получается в воде здесь было. У нас тут вещи хранятся. У них конкретно здесь, ну вообще вот в кладовке я приобрел кладовку. Надо поддоны покупать и поддона 3-4 положить на всякий случай, чтобы сохранить свои вещи. Ну это сейчас ты понимаешь, когда ты, вот я ее купил, я вообще даже не знал, что нужно будет заранее мне продумать, что меня там может в кладовке затопить. Вы когда покупали, вам менеджер говорил, что у вас будет, Павел, кладовку затопить. Нет, я бы попросил скидку на это. Ну вот. Слушайте, мне надо расходы нести, поэтому давайте скидку. Ну вот, да, как-то так. Слушайте, ну да, здесь и запах такой неприятный. Это вот сильно пострадала именно вот эта пятая парадная. И она до сих пор не высыхает. А вот теперь смотрим сюда. Вот смотрите, что я вижу. На потолке видим технологическое отверстие. А сверху мы с вами видим лежит что? Это пеноплекс, утеплитель. Могу полагать 5 сантиметров. И больше это отверстие ничем не зачеканено. Что у нас там сверху? Это не вентиляция должна быть? Да нет, я не знаю, что здесь должно было быть. То есть они сделали, когда выливали плиту, они, соответственно, сделали это техотверстие, но при этом его никак не использовали. Сверху кинули пеноплекс и там, походу, стяжечка и плиточка. Потому что сверху у нас что? Первый этаж, правильно? Там коммерция или входные группы? Что у нас там? Ну да, я даже не знаю где. Ну да, мы где-то… Нет, мы здесь находимся на углу. Это пятая парадная. Вот здесь какая-то тоже… Ну вот здесь просто видно кусок провода оставили. Почему это вот все вот в таком хаосе? Вот это что? Вот это слаботочка. Почему? Вот провод висит, вот висит. Вы что-то хотели здесь подключить и забыли? Как это так? Как гофра заходит в ящик, как здесь вот… Провода все должны быть в гофре закрыты. Вот здесь уже перебито все. Но это, скорее всего, люди ходили, да, ножиком там, сами подпиливали, как они обычно там отвечают, что это люди сами виноваты. Вот здесь, обратите внимание, вот у нас труба. Здесь должна быть противопожарная муфта. Ее, блин, здесь нет. А она должна быть. Почему? Это я вижу, а инспектор не видит. Вот здесь наверху тоже часть, видите, из короба оголенные провода. Там просто куска не хватает защитного, вот этого металлического. Если обратить внимание на сам этот корпус, смотрите, в каком состоянии. Блин, извините, ну это же новый дом. Как такое может быть? В новом доме должно быть все по новому. То есть они вот этот узел не смогли сделать, вырезать, смонтировать или поставить там какую-то дополнительную деталь, чтобы можно было провода вытаскивать, чтобы она его закрыта была. Вот здесь на гофре смотрим, что она тоже просто какой-то кусок откусили, обрубили. Здесь у нас стенки тоже вот, что-то там должно было быть и чего-то здесь нет. Ну это, по мне, непорядок. И здесь, когда находишь, это где-то, ну просто обычный бомжетник какой-то, извините. Ну, Андрей. Вот здесь вот, смотрите, тоже трубы. Вот здесь должна быть противопожарная муфта либо лента. Ничего здесь нет. Гидроизоляция какой-то прошлись и все на этом. Вот здесь на выходах здесь тоже должно быть. То есть она, знаете, для чего? Что если, не дай бог, пожар, то, соответственно, из-за этого муфта расширяется, там шарики такие специальные, и они полностью перекрывают доступ и воздуха, и огня в соседнее помещение, чтобы дальше огонь не шел. Кислород. А здесь нифига этого нет, здесь этого нет. Ну как так? Почему так? Ну вот это что такое? Ну вот смотрите, это бизнес-класс. Блин, ну это не от воды, это вот так сдали. Вот бизнес-класс. Вот это тоже. Да, Андрей, бизнес-класс это когда мы приобретали, вот я и многие наши соседи. Сейчас, я не знаю, сейчас уже как-то они убрали все, всю информацию с сайта, то есть сейчас не бизнес, сейчас там что-то типа комфорта-плюса, наверное. Ну и у меня тоже было, мы когда приобретали квартиру, то есть у нас же не было похода на стройку, там мы не могли, мы могли только сравнить. Но вы покупали по картинке какие-то все. Да, да, и там картинки вообще были шикарные. Да, картинки шикарные, да, вообще супер. Даже тот же паркинг, там никто нас конечно не тянул туда, мы сами решение принимали, но по картинкам, по тому, что тебе менеджер продает, а он, ну извините, он продает тоже. Он продает себе картинки, которые не соответствуют действительности, это можно так сказать, правильно? Да, но я считаю, что ты когда совершаешь сделку либо продажу, ты должен нести либо ответственность за свои слова, либо хотя бы отвечать. Пока на застройщиков не начнут массово в суды подавать, у нас ничего не изменится. Просто я не знаю, как так можно работать, потому что ну я сейчас, буду ли я еще там клиентом арсенала, скажем. Будете ли вы, купите ли вы какую-нибудь следующую? Нет, вот дом модом внешне мне нравится, есть много конечно недочетов. Фасад кривой, да. Если бы они их пытались как-то устранить, то есть шли бы навстречу. Смотрите, по поводу фасада не устранят, потому что его нужно полностью переделать. Вот эти они блоки, которые поставили, они все кривые косые с разным расстоянием, это уже нас будут полностью демонтировать и заново монтировать. Они это делать точно не будут. Здесь вот у меня сразу вопрос внутреннее. почему у нас с инженерными системами вот такое все, почему вот это все вот так выглядит? Ну я к тому, что проблем, хочу сейчас добавить, закончить мысль, что проблемы есть у всех. То есть это их первый такой пилотный проект, они нам это и презентовали, и говорили, что вот мы сейчас заходим на рынок элитной недвижимости, там комфортный бизнес, ну я вообще не знаю. и мы сейчас, то есть как я так думал, они выложатся по максимуму, то есть они сделают все идеально, как бы насколько это возможно, тем самым они заявят о себе. Вот у меня такая была идея. Вот в итоге я понимаю, что конечно здесь куча проблем, но кто их как будет решать за наш счет. То есть мы сейчас оплачиваем коммунальные услуги. То есть получается у нас управляющая компания уже начинает здесь работать, заниматься. Управляющая компания от застройщика? От застройщика, да, управляющая компания Ариоста. Они управляют Ариоста, сейчас они управляют модумом, ЖК-модумом. И вот сейчас все вот эти проблемы какие-то, они как, либо ляжут, ну будут ложиться на наши расходы, разделяться между всеми собственниками, я не знаю. Ну естественно. Вы думаете, что застройщик будет за свой счет что-то переделывать? Вот, поэтому мне здесь непонятна вообще позиция многих. Нет, ну это, говорю, это можно все как бы решить просто, если бы это делали. Ну это управляющая компания должна написать застройщику, либо сами взять и сделать. Тем более вы за это платите. Они вместе, это не сторонняя там организация, которая, они все как бы, ну это грубо там одна большая семья. Вот мы строим, вы после нас там, если какие-то недочеты делаете, есть клиенты, мы там держимся за свое имя, мы хотим дальше здесь на рынке работать, продолжать, я не знаю вообще. Ну сейчас действительно, я конечно там какие-то объекты или кто-то у меня будет спрашивать, надо посмотреть может быть два года, как, как что будет. Ну сейчас мы платим, да, но здесь, здесь работы очень много. Как это все устраняется, я не знаю, такое ощущение, что вот оно само, само высохнет, само уйдет, само все подождут, потерпят, а что делать. У меня это конечно лично не исправит. Сама слаботочка встанет на место и так далее. Так, а сейчас куда? Сюда идем? Нет, ну давайте. А вот смотрите, как следы, видите? Это вот так влаго стояла, штукатурка подсосала ее конечно немножко. Вот смотрите, 10 сантиметров здесь было. Офигеть, я здесь вообще даже сейчас еще и не был. Ну вот, вот следы все видны, вот они. Вот, вот она. Вот тут вот, да, дофигища. И там наверно еще. О господи, это вообще. Что здесь только нет. Ну вот здесь, да, видны остатки воды, потому что низкое место вон здесь все в воде. Вот вода приходит, она поступает. Откуда она? Не-не, это скорее всего то, что залило. То есть из трубы может быть лилось то, что тогда это все осталось. Вот здесь видно, вот видите, вон клифта есть табличка. Вот здесь еще воды достаточное количество. Вот. Капает вода. Капает вода. Да, видно. Ну вот так качественно сделать соединение застрочек. Вот это ливневая, да? Ну да. Вот она, вон оттуда соединение, вот она капает и здесь идет, здесь капает. И здесь будет постоянно влага. Капли видно, да? Да-да-да, капли видно. Подождите, Павел, получается. Вот смотрите, вот мы сюда заходим, ну, борх, ну хотя бы какая-то отделка, коревой потолок какой-то, ну блин. А сюда выходишь, господи, ну вот этот кирпич. Лаком бы хотя бы вскрыли, чтобы это симпатичнее было. Почему вот все вот так сделано? Какой-то бизнес-класс. Вот здесь, допустим, сейчас есть проблема, да. Мы знаем, что нас начинает потапливать, нужно ее решать. Вот здесь я тоже видел, кто-то делал, ходил осмотр. Я прохожу, почему я должен это? Я это увидел. Я себе ставлю журнал, так, отправить сюда, не знаю, человека, поставить ведро, пусть он, значит, это ведро выносит, либо здесь как-то это решать. Потому что, ну что, вот она опять... Они по гарантии должны были уже застройщику сообщить, и здесь должен быть от застройщика комиссии пробежать. Да, действительно, вопрос гарантии. Вот здесь, кстати, тоже, смотрите, вот на качество бетонных работ. У нас по нормативу, вот, защитный слой бетона, терматура должен быть на расстоянии не менее двух с половиной сантиметров. А здесь вот, видите, у них просто все съехало. И, скорее всего, съехала не опалубка, а съехала как раз, арматура. Вот, получается, где арматура. Она должна быть закрыта. Вообще, ее по нормативу должны хотя бы были здесь цементом закидать. То есть, имеется в виду, здесь должно быть и здесь, да? Ну да, да, то есть вот такой защитный слой. Хотя бы здесь цемента бы накидали. А, нормально все равно, никто не видит, не посмотрит. Вообще, она со временем уже будет крошиться тогда. Ну, а не крошиться, просто металл коррозирует, и ни к чему хорошему это не приведет. Дом, конечно, не рухнет, но хорошего мало. Ну, вот здесь вот, видите, вы посветили, вот они сбивали бетон. Нет, это... А трещина это потому, что они зачеканили цементом пену. Да, пена и пошла. То есть, здесь нужно было по-другому делать, но они самым простым способом пошли. Ох, да уж. Ну, вот здесь тоже, да, вот сюда заходишь сразу, раз взгляд вот сюда наверх. Вот я вот смотрю вот на это место, блин, что это такое? Проволка какая-то торчит, тут отделки нет. Наверху посмотрите, черным красили, не докрасили. Причем, вначале надо покрасить, а потом уже провода тянуть. Распаячная коробка открыта здесь, просто, ну, видите, это интернет, скорее всего. Они вот так протаскивают и все оставляют. И вот какой-то ужас, реальный ужас. Вот таким черным должны везде прокрасить, правильно? Ну, если они здесь все покрасили, то это должно быть целиком окрашено, конечно. Нет, и там, в других местах. Ну, я не знаю, надо этот проект у них поднимать, смотреть. А мы с вами, Павел, в грузопассажирском лифте. А что это, дружище, не хочешь ехать? Нам бы не застрять здесь. Из плюсов, что датчик сплошной стоит, это большой плюс. Ну, вот здесь я внутри нахожусь, ну, понятно, управляйка подзакрасила. Это УСБ. Вот скажите, почему не купить за тысячу и за две самый дешевый баннер белого цвета, написать «Добро пожаловать домой, жилой комплекс модум». Ну, да. Мне так нравится. Вот почему этого не сделать? Мы видели решение, тоже соседи нам отправляли. Провайдеры за свой счет бесплатно сделали. Да, и они очень красиво сделали. То есть там прям симпатично, не хочется вообще ничего дожимить. Ну, что это такое? Почему это открыто? Они что-то там делали, обслуживали и все бросили. Вот у нас тоже с этими номерками. У нас вот этот номер, это почтовый ящик. Нам такие же номера выдали, ну, побольше, на квартиру. То есть для того, чтобы мы там самостоятельно их приклеили на дверь. Вон, смотрите, качество. Ну, все я сделал. Все, устранили. Устранили. Так что десятого жду смс-код. Ну, мы можем сами это. Андрей, ходи тогда, я буду записывать. Устранили. Устранили. Все. Готово. Ну, вот тоже, например, знаете, смотрите. Вот сам проект, да. Вроде красиво. Отделка, там, модум. То есть, ну, все. Во-первых, сделали высоко. Да. То есть надо быть трехметровым, чтобы как раз это видеть. То есть я понимаю, что это должно было быть по-нормальному здесь. Классное или острое. Отделка, подсветка. Мне нравится. Вот так смотришь. Ну, вот смотрите. Вот сюда заходишь. Тут что-то непонятное. Где хоть один указатель. Лифтовой холл там. Куда идти. Заходишь сюда. И здесь какой-то коридор. Тут немножко ящиков. Здесь дверь. Блин, указателей нет. Зачем вот это огромное пространство было тратить? Почему это все вот так нерационально сделано? По мне как? Ты заходишь. У тебя есть тамбур. После тамбура у тебя есть холл, где расположены там лифты колясочные и все остальное. Здесь нифига нет. Почему это было не сделать? Небольшая такая лапомойка. Либо там закрыта. Они закрыты везде. Ну, двор. Двор смотрится прикольно. Даже вот деревья посаженные в кадушках смотрятся классно. Солнце. Солнце вышло классно. Здесь очень классно. Смотрите, сделали типа паркет. Оно смотрится прикольно. Уклон, кстати, нормально, что вода стекает. Молодцы. Детская площадка интересная. Из дерева. Подсветка красивая. Ну, издалека фасад красиво смотрится. Если не в детали. Можно выйти позаниматься. Да, потянуться. Я бы еще попросил, чтобы поставили, не вижу, под сбор мусора. То есть вот здесь где-то тоже должен быть. Где взрослые сидят и дети. Трава газонная красивая. Да. Вот это просто нужно закрепить. Надо управляющей компании ставить заявку, чтобы они это закрепили. Заявок у нас знаете сколько, Андрей, там заявок сотни. Если бы это все решалось по заявке, заявка вообще не имеет никакой силы. То есть вы оставляете заявки и все на этом. Ответов нет. Повторно оставляем, да. То есть для меня это тоже система заявочная. Ты оставил, она должна быть там исполнена в какой-то срок. Ну да. Срочные, несрочные заявки. Пыль такая, что еще. Ну и все, и мы из бизнес-класса попадаем. Тоже проблема. Валюты эконом. Да. Вот. О, слушайте, а здесь вообще похоже как топ был. Слушайте, а что здесь шкафы временного подачи электричества делали? Здесь все, здесь вещи, там еда какая-то. Тут вот вещи, да, запах здесь отратный. Кусок арматуры в стенку повесили. На этом гвоздики висел раньше, чья-то висела одежда. А, ну вот где мы вышли. Вот, да. Кладовки. Давайте вот здесь посмотрим. Интересно взглянуть, что вот это такое. Тоже кладовки. Вот почему, вот видите, это временный пост электрический. Вот он куда-то, кабель пошел туда наверх. То есть они за ваш счет что-то еще до сих пор подпитывают? Лучше близко не подпитывают. Кстати, хороший вопрос. Вот это тоже мне непонятно. Вот это что за склад такой? Металл. Здесь вот это у них ГГРШ. А это мы куда? Блин, мне указатели вообще нифига. Здесь мы можем выйти к лифту и на парке. То есть мы заходим, когда приехали, мы можем здесь пройти зайти к кладовкам. Вот видите, указателей реально не хватает указателей. Пойдем туда те кладовки, да, смотреть. Ну тут все в воде стояло. Она сейчас стоит. О, господи, там умер кто-то, бляха-муха. О, жесть. Воробушек, наверное, залетел и помер. Как это вообще? Я первый раз с таким столкнулся. Я об этом не знаю, как это все делать. Но и то у меня мысленный процесс запускается. Я думаю, как это решить? Там тепловая пушка, система вентиляции. Чтобы отсюда... Ну вот здесь, я не знаю, здесь... Вот есть вентиляция, вот она. Но мы не слышим. Ну да, она должна работать, она здесь механическая. Потом вот здесь тоже, видите, это куда уходит вот это? Технологические отверстия закрыты пеноплексом, все. Это что за фигня такая? Это что такое? Желтая жидкость, это стандартно в бутылках после стройки. Сами понимаете, да, что там? За собой просто надо выносить, но... Да, вообще это дом уже сдан. О, господи, здесь какой. Ну да, не должно быть такого. Вот, получается у нас. Он был уже... Ладно, его там да, весь обили, но он вообще такого состояния, что уже лет десять ему. Да мы с вами в каком-то военном бункере. Вот у меня ощущение. Не, кладовки симпатичные. В целом... Не, кладовки нормальные, да, просто вот это все. То есть можно сделать вот это то же самое, но только сделать красиво, чтобы это было. Вот у нас, да, идет, получается, часть вот где осталась она. Вот здесь все это уже так же находится. Ну вот тут видно, вот она, стяжка вся мокрая, да. Выходим с вами из кладовок. То, что ты говорил. Лично я уже это наблюдаю три месяца. Это стухшая еда человека? Я бы его выкинул, но я его трогать не хочу. Я уже три месяца наблюдаю. У вас есть управляющая компания? Нет, я просто думал, что, может быть, работы какие-то они закончили, кто-то оставил. Просто я сколько уже сюда прихожу, он висит. Обычный кабель трехжильный, оголенный. Что он вообще делает? А я не знаю, я трогать не буду и не рекомендую. Ну вот здесь тоже видно, да, что она долго стояла. На такие места фотографировать и управлять компания. Да нет, я все знаю. А, вот это выход, здесь такая темнотища? Нет, это, да, это скорее всего выход, вот как мы заходили. Ну да. Здесь свет не работает. Ну да, почему-то не работает. Лампочка перегревала. Получается отсюда, видите, ну это конечно жестко, я не знаю. Но тут вода давно уже была, стояла. Да. Будет ли здесь какая-то вообще потом плесень? Возможно. Плесень же от чего появляется? От влаги и отсутствия вентиляции. А здесь душно. Вот здесь тоже, смотрите, вот провода в выпуске есть. Во-первых, отверстия, гильзовки никакой нет, просто, скажем, это дырка. То есть они вырезали, проходит раз, кабель канала, и вот здесь оголенные провода. Что здесь должно быть? Это обычные провода на 220 вольт рассчитанные. Что здесь должно было быть? Какое оборудование? Почему этого оборудования нет? Вот здесь. Так, камера, поворачивайся. Вот здесь тоже нет муфты противопожарные на трубах. Ну, нафига, вообще нафига это все правильно. Какие противопожарные нормы? Если этого здесь почему-то не предусмотрено. Это, на самом деле, очень странно и печально. Так-то вот я сейчас хожу с вами, смотрю, на самом деле, даже проблем больше, чем я думал изначально. То есть обычно мы такие отверстия делаем. Здесь должна быть либо вентиляция, либо большое количество труб проходить. Вот две трубы видим. Гильзовки никакой нет. Должна быть гильза, потому что металл расширяется, сужается, чтобы избежать каких-то трещин. Что-то здесь вот должно было идти, по идее, вниз. Ну, как мне кажется, я полагаю. Но чего-то здесь нифига нет. Ну, бетон сам тоже. Смотрите, как у них опалубка уехала. Просто трындец. Это был нулевой цикл. Они только начали ее заливать. Угу. Вот здесь тоже. Вот это слаботочка. Вот эти оранжевые провода. То есть они что-то там похуже переделывали, разрезали гофру. А почему обратно? Она уехала почему-то в одном только углу. В одном углу просто съехала и все. Потому что это такие мастера. Это уже можно было заметить. Нужно было заметить. И вот это, смотри, арматура как. Вот так не должно быть. То есть уже не первое место мы видим, где вот так торчит арматура. Она внутри должна быть, в бетоне. Ну, вот здесь по вот этим каплям видно, что это капает сверху. Прямо вот отсюда. То есть здесь получается либо вот эта крышка негерметична, либо, соответственно, вот соединения какие-то. Ну, скорее всего, соединения. Вот здесь видно, что уже большое было количество влаги. Вот видите, вот такие подтеки вот они. И вот этот черный непонятно, это уже мох пошел или что это такое? Или грязь это так выперло? Ну, конечно, к инженерным сетям здесь вопросы. Почему это все так? По-нормальному застройщика нужно обязать, чтобы он сюда пришел с ревизией. Потом вот сюда, Павел, подойдите. Вы пропустили одно из интересных мест. Я уже вижу. Вот это что такое? Слушайте, я это тоже. Вы сдали дом. То есть вот здесь, получается, у них был газоблок. У них что-то не пошло. Газоблок держался вместо нормальной перемычки. На куске вот там арматуры. Даже лучше не трогать его. Вдруг еще под электричеством. Хер их знает. И вот смотрите, как это все вот реализовано. Почему это было нормально не сделать? Я вот, честно говоря, не понимаю. Как вот это в бизнес-классе-то можно было так сотворить? Тут пакля. Тут тоже какие-то провода. Причем, смотрите, они там сверху, прям вот оттуда трубы. То есть не понимаю, для чего там, где труба, вы проложили провода. Вот они оголенные торчат. Что это за херня такая? Вся стенка во влаге. То есть здесь все в воде было. О, здесь, смотрите, и по лесене с ничным маршем текло. Вот видите, как все просочилось. То есть она, похоже, оттуда текла и прошла сюда. Да, это вот выход. Паркинг. Вот здесь тоже такое ощущение, что непонятно. То ли это сверлили они так, то ли еще что-то. Ну, круто, конечно. Двери, блин. Знаете, можно рисовать. Почему они не отмыты? А, не отмыто ничего. Вот я говорю, плюс единственное дождя, что у нас стал чистый паркинг. Смертый чистый, все. Ну, а проблем это, конечно, добавило. Вот здесь часть, получается, заходит. Там, слава богу, все остановилось. То есть здесь сухо у людей. Когда идет дождь, вода попадает в ливневку и должна уходить в ливневую канализацию, но точно не в паркинг. Вот тут электродики оставили на всякий случай, чтобы было, чтобы вы точно знали, что они там сетку приварили. Да. Вот если бы здесь, знаете, потолок был бы, то есть они бы, если бы вот эти трубы даже убогие, то есть сделали бы потолок какой-нибудь там, натянули. Ага. Речень там еще, но смотрелось бы намного красивее, потому что вот они окрасили кирпич, смутится, в принципе, прикольно. Отмыть двери, сделать потолок и смотрелось бы совсем по-другому. Согласны? Да. И я бы, конечно, вот это все в черный тоже окрасил, потому что двери черные было бы прикольно. Но они почему-то решили сэкономить. Ну и так же, как вот крепление гофры. Вот они, обычные самые дешевые пластины. Вот видите, как. Почему их не загнуть аккуратно, не сделать, чтобы это было ровно красиво. То есть вот там пофиг как, захерачил кто как мог. И нам, кто, приемщик от компании, управляющая от арсенала, он говорил, что это будет в процессе все там отмоется. Отмоется. Да, прошло уже три месяца, это все в таком виде стало еще хуже, конечно, у нас там вода попала. Ну просто никто это... А в квартире сейчас ремонт, да, делаете? Да. Ну многие сейчас делают ремонт. Нет, вы ремонт делаете? Я, да. А можно квартиру вашу посмотреть? Надо будет ключи взять. Пойдемте. Пойдемте. Вот тоже, да, видим. Букет с вами слаботочки. То есть видим здесь откусаны какие-то провода. Раз, провод два. Вот это на телевизионный похож. Почему это все не работает? Вот эти ящики. Я не знаю, что в этих ящиках. Специалисты напишите, пожалуйста, в комментарии. И ВЭПР, я не знаю, это пожарные, для пожарной сигнализации или для чего. Почему это вот все в таком состоянии? Оранжевый провод это, скорее всего, интернет. А, ну вот у нас в квартиру они заходят, да. Вот этот пучок проводов, он заходит в квартиру. И вот почему это вот все в таком? Это вон. Нахера вы вот распаечную коробку прикрепили, если мне ничего нет? Для какой цели? На будущее. На будущее, да. Зазор на будущее. Здесь почему-то она тоже вовнутрь ушла. А ее не откроешь уже? Как ее открыть? Она туда вбита реально. Ну вот здесь, когда находишься, бизнес-класса нет. Да, вот опять мокрое место. Нет бизнес-класса. Кстати, вот у меня вышел в ту пятницу ролик про жилой комплекс Белый остров, тоже бизнес-класс. И я туда вставил видео, я снимал в Магнифике. Там есть и минус первый этаж, и к кладовке. Просто посмотрите вот на это. Знаете, я часто хожу по новостройкам, и как только ты спускаешься на лицо, здесь, кстати, два лифта. Пассажирский, грузопассажирский вниз. И идет ваш паркинг для того, чтобы вы не мучились и могли нормально привезти к себе домой крупногабаритный товар. Вы только посмотрите. Обычно выглядит это все очень-очень просто и уныло. Блин, вот нет слов. Банава умеет делать, строить красиво и хорошо. Сегодня у нас, друзья, четвертое число. Совсем недавно прошел очень сильный дождь, и многие комплексы затопило. Вот давайте посмотрим, что здесь, есть ли здесь вода. Сухо. Кладовое помещение, свет включается по датчику на движение. Вот смотрите, как все сделано. Все понятно, где что находится. Везде сухо, нигде не видно даже следов от влаги. Кладовки, хорошие двери, кирпичная стена. Здесь даже до сих пор чувствуется запах краски. Нормальные, хорошие двери. Кстати, обращу внимание, что снизу есть вентиляционное окно, есть электричество. Слушайте, очень все сделано очень достойно. Очень достойно. Вы просто, или там мой ролик откройте про магнифику, посмотрите, почему там так классно заходишь, там нет ощущения, что ты в подвале. Вообще никакого ощущения нет. Ты идешь, там тебе комфортно, классно. Все сделано прикольно, блин. То есть там и в принципе недорого сделано. Я не скажу, что там какая-то там дорогая плитка. Просто окрасили стены. Ну все, чисто красиво, никаких потеков. Здесь, конечно, какой-то трындец. Вот тоже. Вот у нас перемычка металлическая. Она уже начала ржаветь. Ее хотя бы нужно было управляющей компанией краской покрасить, застройщику обратиться. Здесь какие-то у нас провода за что-то зацепили. То есть это не для чего это. Почему это не демонтировали, непонятно. Ну вот и таких вот здесь нюансов много. А почему здесь не окрасили они кирпич? Ну в процессе, видимо. В процессе, видимо. То есть сдали. Я опять уже вижу. Ну да, так это у вас везде по комплексу. Везде такое. Почему так? Вот здесь тоже стоит влага. Вот она уже местами. Ну вот она. И она не дошла там. Здесь вот она стоит. Все. Вот она. А ну вот здесь у нас, видимо, ребята, лестница. Ну вот здесь и кладовки подкрывали, потому что, чтобы вентиляция, видимо, была лучше. Угу. Да, странно. Там окрасили кирпич, а здесь не окрасили. Если не окрасили, почему бы его не отмыли? Нет, такой кирпич тоже симпатичный. Да нет, он смотрится. Так его надо отмыть, вскрыть лаком. Смотрелось бы это красиво. Конечно. Можно и так оставить. Да, да, да. Я согласен. Кирпич сам по себе смотрится красиво. Ну а без пыли-то его нужно. Почему это все в таком состоянии? Ну вот здесь тоже, если смотреть, вот мы идем. Пошла вертикаль, вертикаль. Опа, у них туда все в сторону уехало. Как это так сделано? Вот здесь, например, смотрим. Вот она. Противопожарная муфта есть, а здесь ее нет. А тут вообще он там дырень. Нафига она вот здесь, если все туда и так пройдет? Там просто дырень в бетоне. Ничем не зачеканено. Вообще ничем. При этом, обратите внимание, Павел, смотрите. Не знаю, там камера будет видно или нет. Вот видите, вот эти вертикальные надрезы горизонтальные. То есть это они потом выпиливали. То есть они изначально, да, они вылили, а потом просто выпиливали. И выпиливали с арматурой сразу. То есть потом врезались они? Да. Ну, дом, конечно, не рухнет, но это очень-очень неправильно. И у нас в нормативах вообще этого нельзя делать. Мы же даже в квартире есть и свои. Там нам ничего нельзя делать, где несущая или там балконная часть. Ну, штробить можно 2,5 сантиметра. Больше нет. В Москве вообще запретили. Выпиливать вот такие. Потом, смотрите, вот она противопожарная муфта. А, подождите, это не противопожарная муфта, это просто стакан. Все, все, это стакан. Здесь стакана вообще нет, а он должен быть. Вот это не стакан, это гильза. Может она внутри? Да нет ее внутри. Если бы она была бы, то была бы. Они просто здесь обернули каким-то материалом черного цвета и все. И вот там, смотрите, тоже все прорезано, дырение, все насквозь. Не дай бог, вот здесь что-то возгорает, оттуда идет воздух, туда идет огонь. Все. Вот, кстати, тоже смотрите. Капля, да. Какая-то грязная, да? Нет, нет, так это влага, это капля. Капля воды, то есть это влага. То есть здесь тоже что-то подкапывает. Тут понятно, здесь это не мыль, а здесь просто все в воде стояло. Это вот сейчас, да, вот получается. Вот здесь же, да, получается затоплено было все? Ну да, вот как раз пятая парадная, здесь вот пострадали очень сильно. Ну вот тоже, вот смотрите. Несущая стена, перекрытие, здесь у меня какое-то расстояние, зачекали цементом не до конца, и вот он пеноплекс торчит. То есть две секции, похоже, соединены вместе. Тут какие-то железки остались с кругами, ну что такое? Вот такие наплывы бетона, они сразу шлифуются с ним. Как вам вот это место, нормально считаете? Какое-то тонкое. Ну вообще, как вы считаете, нормально? Вы строитель, нет? Эстетически это как выглядит? Эстетически мне не нравится. Приходите теперь разбираться в стройке. Ну так не должно быть, согласна. И вот это, что такое, помазюкали просто как на это? Детский сад бы лучше бы сделать, чем строители. Вот это кусок вообще. Ну да, там утеплитель засунули, почему здесь бетон должен быть, почему цементом не зачекали, почему все криво через одно место. Ну вот видно, да, что они вот здесь прошлись, а вот этот угол оставили, здесь оставили, а здесь нормально, здесь можно не убирать. Да, я к тому, что вот Андрей, ты же можешь тогда взять вот этот угол, ну если ты уже начинаешь уборкой заниматься, убери его, сделай, это же тоже вот что-то место. Ну вот тоже, смотрите, как так? Распаячная коробка открыта, хотя бы изоляция. Здесь просто провода какие-то накидали. Почему вот все вот в таком состоянии? Почему это вот, ну, понимаете, когда делают качественно, то все это смотрится красиво. Но здесь я не вижу, чтобы они сделали. Вон здесь, видите, то же самое. Да. То ли специальным каким-то составом они это покрыли, такое ощущение. Да нет, я думаю либо... Это вот, смотрите, вот просто пыль какая-то. Это кирпичную пыль очень похожа. На кирпичную пыль похожа. А, знаете, что это было? Скорее всего, вода, когда стояла, они здесь убирали. Это вот, видите, как капля? Ну, это такое ощущение, что где-то далеко. То есть либо они приезжали вот этим пылесосом его раскидали, то есть вот эта грязь, она была внизу. Ну, это такое ощущение, что либо машина как будто, знаете, на скорости пролетела и вот брызги сюда попали. Да. Получается, вот этот слой воды, как раз он, то есть можно оценить, что вся вот эта грязь, она здесь. Вот так ее видим. так не должно быть. Смотрите, какое здесь раскрытие тренется. Смотрите, трещины везде. Везде, да. Это говорит о качестве покрытия. Нарушено, что ли? Технологию нарушили. Почему такие трещины? Такое же покрытие в лентах, в океях, везде на полу. Вы видели такое количество трещин у них? Да там их практически нет. Кстати, да, там нет. Качественнее сделано, чем здесь. Сколько, получается, паркинг сдали? Года нет. Года нет, а уже... Почему вот это вообще просто? Как так? Это же бетон. Почему это все? И все вот в этих трещинах. То есть, когда вот это обычно, это все закрывается. Есть специальные отверстия. То есть, вот видите, вот здесь они когда выливали, вылили вот огромное количество. Вот здесь потом, видно, доложили, потому что лажанулись. Как у них тогда... У меня вопрос сразу к проектировщикам. Изначально это все проектируют. Дают проект, как должно идти этот бетон, как им все выливать. Ну, получается, либо не посмотрели проект, лили как хотели, либо это было в проекте, и они лажанулись. Ну, почему это все вот в таком состоянии? У нас еще проблема, вот, когда паркинг выбирали, то вот это расстояние, вот сколько нам будет? Метра два тут. Ну, да, ну, то есть, никто не думал, что два будет. То есть, там минимум хотя бы два с половиной. Уже тебе приходится думать, там... Проедешь ты или нет, да. Да, там вторую машину приобретаю, а поставлю я ее к себе в паркинг за полтора миллиона или нет? Купили себе, там, супруги. Здесь оно широченное место. То есть, у меня здесь, я понимаю, я припарковал с этой, у меня стена, здесь у меня либо сосед, либо там жена, к примеру. То есть, я открываю дверь, и не боюсь повредить чьи-то автомобили, ему не повредят. Если вот на это место мы посмотрим, то здесь оно видно, что оно уже. Оно уже, да. И здесь понятно, что здесь, открывая дверь, можно повредить чужой автомобиль. А вот это знаете, что уже за провод? Это слаботочка. Ну, хотя бы вот эти штуки есть. Тут был в этом, в городе первых, даже их нет. Вот этого все укрепления просто нет. Первый этаж, вообще, по-моему, здесь... Отсутствуют краны. Здесь, а, нет, зуммеры есть. Не закручены вообще. Вообще. Не окрашено, не накручено. То есть, представляете, сюда дают давление, отсюда просто в воду затопит все. Дом введен в эксплуатацию. Дом введен в эксплуатацию, совершенно верно. И вот это первый этаж. Вот такая красота. Вот это нужно управляющую компанию. Говорят, кто ответственный у вас за пожарную безопасность? Почему не опечатано? Почему отсутствуют пожарные рукава? А они денег стоят? Если застройщик при сдаче это было, то почему этого нет? А когда вам говорят, украли, то покажите заявление, что вы написали в полицию. Получается, если сейчас их доуснащать, устанавливать, расходы же будут? Да. А если застройщик сдал с ними, а управляйка это куда-то дело, либо, как они обычно всегда мне говорят, а их украли. Если украли, покажите заявление в полицию, что вы написали. Ну, например, их украли. Сейчас их нужно будет установить. За ваш счет? Да, за ваш счет. За наш счет. А они денег стоят прилично. Ну, меня это, конечно, не устраивает. Ну, это никого, я полагаю, не устраивает. Вот тоже, видите, паркинг сделали. Вот, я думаю, чего не хватает? Вот эти ограничители. Когда ты паркуешься, стоят специально вот эти ограничители для того, чтобы ты не въехал в другую машину. То есть ты до колеса не доехал до них, и все. И там есть какое-то расстояние заложенное. То вот они, мы видим. Они здесь, знаете, таким на поддончике стоят, и никому ничего не нужно. Но при этом сделали. Их не украдут? Да, кому они нужны? Здесь написано замаз. То есть замазать что-то было нужно? Или что это имелось в виду? Может, имя что-то? Ну, вот здесь они. Может, имя, да. Здесь они, видите? А вот здесь, обратите внимание, как бетон сделан. Это просто жесть какая-то. Смотрите. Такое ощущение, что через год начали заливать рядом, и здесь просто щель. Либо это две секции соединяются. Но здесь сразу вопрос гидроизоляции. Какая здесь будет гидроизоляция, если здесь мы такую видим просто щель. Огромная щель. И вот она идет, идет, идет. А здесь, смотрите, еще больше. Вот она. Видите, Павел? Да, да. И вот непонятно, что там. Бетон там. Вот, кстати. Утеплитель похож. Да, вот, смотрите, ворота у нас здесь установлены. Но ни разу их, я не видел, как они опускаются. Кто их опускается? Вообще они работают? Не работают. А, работают. Нажмите, нажмите. Прикольно. Вот. Ну, это я так понимаю зимой. Тут тряпочка какая-то. Ну, наверное, да. Слушайте, ну так вот смотришь, конечно, уже думаешь. Ну вот, например, вот на это место смотришь. Вот это что вообще такое? Какие-то потеки. Это чего такое вообще? Что это такое? Течет. Или это какое-то покрытие тут было. Вот тут бетон просто, он висит. Вот почему вот такое соединение? Почему это ничем не зачеканено? Вот это непонятно. Это влага, это ржавчина. Похоже на ржавчину, да, Павел? Ну да. По цвету. Это прям что-то сильно. То есть там уже, видимо, арматура, да? То есть, а раз эта ржавчина течет, значит, там влага постоянно, правильно? Влага, влага. Логично? Логично. Потом вот, смотрите, место. Вот эта арматура, вот она, которую, это я вот не знаю, это они сверлили и вбивали, либо она из бетона торчит. Почему не обрезана до конца, почему не зачеканена? И вот ходишь по паркингу, вот если внимательно смотреть, то здесь очень много таких нюансов. Вот еще коробка. Почему она вот так? И обратите внимание, вот эти скрутки запрещены. Они здесь есть, смотрите, как сделали. А где изоляция? Сделали скрутку, ладно. Где изоляция? Почему нет изоляции? Что это такое? А изоляция, вот она лежит. Она срать. Но сюда же никто, говорит, не залезет. То есть, либо его надо было передвинуть. Ну да, получается тоже вот такая глупость, что когда тебе нужно поменять лампу, тебе нужно вот эти заглушки снять, а куда ты его там будешь вытаскивать, как это все там, куда-то вперед. Ну, в общем, как-то так не обдуманно. Потом, например, вот смотрите, вот видите, вот он распылитель. Прямо в центре кадра. Да, вижу. То есть, он распыляет, и куда влага попадает? На распаячные коробки, на оголенные провода, и не дай бог вас здесь как следует долбанет электричество. А там не порошок будет? А что тут порошок? Это труба для воды. Вот отсюда оно тоже полетит. Ну, тут-то ладно, нормально все. А вот там, где электричество, почему это вот так сделано? Ну, по мне, честно говоря, странно. Слушай, ну да, вот эти синие заглушки, они везде стоят. Мы с вами чуть проехали в сторонку, и обратите внимание, вот это вообще что такое? Вот это, Павел, это вода текла. Это текла вода, и они здесь исправляли протечки. Но здесь все мокро. Здесь чувствуется, что мокро. Потом я смотрю, вот это что-то они тут мазали, не домазали. Тут вообще утеплитель виден, базальтовый. Здесь какая-то фигня у застрочка. Вот это они исправляли протечки, вот. Это они исправляли протечки. Они здесь были. И обратите внимание, качество бетона какое. Что вот верхний слой просто все подваливалось. Я видел, там прям в одном месте была вот эта жесткая гидроизоляция. То есть они туда вбивают. Потом вот это. Это у нас заземление. И смотрите, куда у нас идет заземление. Просто вот оно. Оно вот здесь заканчивается. Куда идет заземление? Вот видно, что вот одна полоска идет. Все, вот она пошла наверх, криво-косо. А куда она здесь идет? То есть она вот до сюда только доходит? Вон она пошла. Нет, так это она по поверху пошла. Она же должна куда-то уходить. В землю уходить. То есть она должна была идти ниже и в землю уходить электричество. Получается, здесь земля была. Ну, получается, здесь земля должна быть. Ну, мы-то с вами, он тут еще метр с лишним. Потом пойдемте, вот у меня здесь у вас, я по паркингу, вот мы с вами заезжали в паркинг, и у меня сразу вопрос к вот этому месту. Здесь градусов, наверное, 40 подъем может. Ну, он очень крутой подъем. И если у вас низкая машина, то бампером можно вот с весом бампера задевать вот это. И отсюда, смотрите, вот как здесь видно, вот она вода. Здесь вот сразу на камеру даже хорошо видно, что вот просто она вот отсюда текла из стыков кирпича, где цемент. Вот отсюда лилось, вот здесь все мокрое, вот это все в воде, вот отсюда, да, так она мокрая, да, да, мокрая, так и так все понятно. Вот здесь тоже это все лилось. Вот тебе паркинг. И вот это паркинг бизнес-класса. Вот у меня ощущение, что его реально не достроили, Павел. Что здесь нет отделки, она отсутствует. Тут просто отсутствует отделка. Ну, даже ладно, его не достроили. Вот в Меге были все. Какой в Меге паркинг? Нет, я к тому, что... В галерею заехать, посмотрите, какой там паркинг. Там вот нет вот этого безобразия. То есть он сделан дешево, то есть там никто не просит здесь золотую плитку или там керамогранит какой-то стоять. Но почему это вот... Просто нам сдали раньше, ну, срока дом, мы начали ремонты делать. Позже дом встал на кадастровый учет, оформление. Но вот это, если сдали раньше, можно же в процессе, то есть столько уже времени прошло там несколько месяцев. Ну, хотя бы в процессе бы доделали. Да, можно все доделать, то есть не так, но это очень медленно. Ничего не сделано и большое количество протечек. Какой-то работы мы не видим. Вот, СКУД, система допуска. О, смотрите. Где? Рукавов нет. Зумер не работает. А это что значит? А, нет, работает. Все, 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 вру. А, это туда проход, понятно. Ну, вот, смотрите, тоже вот кабель торчит. Это что за херня такая? Почему-то он здесь вот так висит. Вы что-то хотели подключить, не подключили? Да, это, о-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. И дальше, то это не первое место. Вот здесь тоже видим. Плата, скорее всего, система пожаротушения. И здесь вот все открыто. Почему она открыта? Где? Коробка-то сама. А здесь, смотрите, кто? О, это вентиляция, Павел. Вот как она сделана за строчкой. Они просто расхерачили стену и сделали вот такую дырень. Это лофт. Это лофт, да. Лучший лофт. А вот, смотрите, вот. Это течет вода. Раз, два, три, протечка. Вот вода. Вот она. Вот она свернула. Вот она поступает, да. Вот она поступает, вот. Потому что... При этом видно, видите, они здесь замазывали, то есть они уже здесь что-то исправляли. Конечно. И не смогли исправить. И вот здесь то же самое, смотрите. То есть влага, вот эти все грунтовые воды сюда, вот она, все, посвятите, посвятите. Вот здесь, о, вот, хорошо видно. Вон, это все влага. Вот она течет. Она просачивается. И почему я должен здесь купить? Конечно, я в полисе куплю, потому что там верх паркинг. Вот видно, вот в следы. Может, блин, не в метрополитене, у нас здесь нет глубины 60 метров. Были бы на 60 метров в глубине, я бы понял, что такое возможно. Ну, там даже такого нет. Ну, что-то какая-то жесть реально. А вот это, смотрите, как он. Да, да, ну и туда можно. Вот это нормально, да? Это привидение здесь висит? Это пакет. Ну, пакет, а для чего он здесь висит? Чтобы вода на голову не текла, а в одно место текло, для чего его сюда повесили? Причем, видите, они его там привязали сами на проволоку. Вот, смотрите, сюда идем. Вот он, временное электричество. Почему это здесь до сих пор делает? Дом сдан. То есть здесь они, времянка, они ее просто оставили, она не подключена. Дальше, смотрите вот сюда. Обратите внимание. Вот этот кусок, вы видите, что это застройщик в несущей стене вырезал. Это запрещено делать. Вы представляете, какая плотность у бетона, какие у нагрузки удерживают, либо вот этот СКЦ-камень. Обычно камень. Непонятно, зачем вырезали, если дверь здесь. Зачем вырезали, да. Вот тоже у меня вопрос. Зачем? Единственное, может, если здесь, наверное, не могли туда проникнуть, но здесь что ли вырезали? Ну, проще дверь сломать, чем бетон резать. Представляете, бетон резать, это же там не один час работы. Идет капля здесь. Такое специфическое место, и вот здесь все в воде. Возможно, через вентиляцию это все херачит. Там каплю видите, да? Да, 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 вот здесь все в воде. Это свежее. То есть оно капает постоянно. И пока вода не уйдет, он так и будет капать. Вот я поэтому когда-то снимал моду, я, честно, ужаснулся от сданного объекта. Вот здесь нет ощущения, что он сдан. Ощущение, что еще что-то не доделано. Либо, знаете, у меня даже не ощущение, что что-то не доделано, у меня ощущение, что мы с вами в заброшку зашли. Каким-то макаром здесь подключили электричество и ходим. Если бы оно не горело, я ходил бы с фонариком, можно было снять сюжет, что я там нашел какой-то заброшенный сталинский бункер, к примеру. Заброшка за полтора миллиона. А машины все сгнили. Машины все сгнили. Я сейчас просто сам думаю, что, скорее всего, проблема это такая, не сейчас вот дождь пошел и там что-то нормально. Ну, это вообще... Это накопительная. Это гидроизоляция. Теперь смотрим внимательно на эту стену. То есть это не от дождя, что у нас... Вот это, видите, все. Вот это они исправляли. То есть вот видно, что вода текла. Вот здесь текла. И они исправляли, это видно. То есть они хоть что-то делали. Вот, видите, вот они исправляли. Но вообще вот это решение временное. То есть я смотрел тоже, это как бы не устраняет проблему. Это не устраняет проблему. Это просто вот, скажем, временное решение. Понимаете, а здесь был огромный котлован. Они это выливали. Почему бы не могли сделать нормальную гидроизоляцию? Если бы они даже пустили бы обычную гидроизоляцию, которую применяют на кровле, приклеили бы сюда, это вообще бы не было бы. Через биту вода не проходит, если бы они сделали качественную. А они здесь, как правило, праймером мажут. А праймер – это просто обычная грунтовка. Если бы здесь был бы песок, праймер бы, скорее всего, помог бы. Но здесь у нас другая почва. Можно там посмотреть еще. Тут тоже что-то, слушайте, тоже какой-то в углу-то в жесть. И вот все это такое. Ну вот это кусок от опалубки. И вот тут. Вот это утеплитель. Обычный пеноплекс. Причем, знаете, непонятно, что он вообще здесь делает. Я не удивлюсь, что там сразу с земли. Такое ощущение, что, знаете, пол отдельно висит от стен. Есть такое ощущение? Очень странное решение. А это вот они исправляли. Здесь все текло, лилось. А здесь очень много, смотрите. Вот это все исправляют гидроизоляцию. Соединение, конечно, вот как плотность бетона. Наплывы все эти. Здесь тоже. Ну все, блин. Вот тоже, да, ограждающая конструкция. Блин, это еще бизнес-класс. Господи, что за уродство? Ну тут. Надо пошатать. Пошатать-то не важно. Здесь важно самоотношение. Ну вот, смотрите. Вот это что такое? Вот это что такое? Да, мы здесь спускались как раз. Просто жесть. А вот, смотрите, тоже. Это что такое? Пеномонтажная. Ой, вообще тут что-то такое нахера? И вообще непонятно что. Такое ощущение, то ли стена такая тонкая, то ли тут что-то вообще не... И вот, видите, они тоже исправляли гидроизоляцию. В полномонтированную. И вот они, вот они. Все-таки гидроизоляцию. А здесь все равно все мокро. Вот она идет. Да, 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 да. И они здесь до конца ничего не исправили. Ну вот здесь у нас даже мы поднимаемся, если я приехал на машине, например, припарковал свой автомобиль, дальше там иду с коляской. Даже вот это решение, что мне нужно подняться будет, у меня там... Это дурость, да? Да. Все должно быть в уровень, в уровень земли. Конечно, да. То есть я должен как-то подъехать, хотя бы у меня... Ну пусть там небольшой будет перепад. Я могу там взять какие-то коробки, сумки, пакеты. Хорошо, вы с ребенком грудной приехали, открыли коляску, положили туда в люльку ребенка, и вам нужно тащить наверх. Как она будет пользоваться этим местом? То есть ей нужно будет здесь. То есть не лифт, ну маленький. Ничего нету, да? Даже инвалидный его нету. А инвалидные лифты не работают. Зато места у нас... Блин, я тут чуть не упал. Инвалидные. И вот мы попадаем, например, себе... И идешь, здесь реально страшно идти. Здесь реально страшно. Ну я к тому, что я приехал разгрузиться сюда. И ты идешь к кладовке. Да, мне надо сначала подняться под той лестницей, за защиткой, и потом уже... Очень специфическое решение. Работает уже. Ну, знаете, я не удивлюсь. Вот это, смотрите, что такое? Вот это что? Для чего это? Датчик здесь должен быть? Что здесь такое? Почему это? Вот она, огнепреграда как раз, огнеупорная штора. Ну, да, да, да. И она не работает? Нет, она не работает. Вот теперь расскажите про заезд и выезд. Вот это общий коридор, где один у нас въезд, а один, соответственно, въезд. Да, у нас по паркингу общая плита на три корпуса. Первый, второй, третий. И заезд и выезд у нас единый. То есть мы заезжаем, вот, ну, пока у нас нету здесь указателей, то есть мы интуитивно знаем, куда заехать, куда выехать. Ну, там, если руководствуясь просто там, правилами либо здравым смыслом, я хоть куда могу? Хоть налево выехать, хоть направо. То есть ничто мне не запрещает. Ну, я считаю, что небезопасно, вот, например, едет отсюда машина или бы отсюда, а ты едешь прямо, реально здесь можно встретиться. Ну, прямо там третий корпус он пока закрыл. Я еду вот здесь, а кто-то спускается сюда. Да, да. Ну, получается, мы здесь заезжаем, но это мы уже как бы интуитивно там договорились, что с этой стороны мы заезжаем. И нам застройщик там в отделе продаж говорил, что заезд у нас будет с той стороны. Ну, как бы, что мне мешает выехать отсюда и повернуть сюда? Может, мне здесь удобнее? Обычно, знаете, вешают такие круглые зеркала, чтобы было просто видно, есть машины лиц, здесь даже этого нет. Ну, зеркала. Здесь нигде нет знака остановись, чтобы посмотреть. То есть, хотя бы, чтобы людей предупредить, что можно ехать вечером уставшим и просто забыть про это. Почему это не сделано для безопасности, мне, честно говоря, непонятно почему. Хотя бы зеркала, либо тоже направление движения, то есть, там, налево-направо. Ну, и вот видите, как сделан тоже паркинг. Вот это вода, то есть дождик идет и прямо сюда все и течет. Не подключили, значит, не работают. И смотрите еще, что я здесь вижу. Павел, а вот это что такое? Это времянка. Это времянка. Это тоже паркинг, он сданный. Вот она, времянка. Времянка, времянка. И вообще непонятно, она вообще тут под напряжением или нет? Потому что провода идут, а вот там что? Закрыто. Это третий корпус. А почему он закрыт? Он же сдан. Нет, третий корпус еще не сдали. Паркинг еще не сдали. Не бывает такого, что паркинг не сдали. Дом сдается вместе с паркингом. Со всеми тремя корпусами? Ну, если сдали весь дом, то сдали и весь паркинг. Ну, не знаю. Но он закрыт. Ну, понятно, да. Потому что кассипора. Ну, так. Тут даже не закрыто. Тут открыто. Тут, смотрите, у застройщика склад какой-то. Теплоизоляция. Да, здесь у нас тоже погружной насос. Вот так все это запитано. Тут тоже все в воде. Прикольно сделали, прикольно. Вон, видите, здесь привязали картоночку. Наверное, без нее никак. Да. А какие здесь работы идут? Вот сегодня понедельник. Вот там мерцает свет. Какая-то куча мусора. Временное электричество. В принципе, Андрей. Вот мы вышли с нашего корпуса, с первого, со второго попали в третий. Третий у нас, он не сдан. Ситуация сильно не поменялась. Такое ощущение, что... Здесь тоже какие-то кучи, куча всего. Ну, вот здесь, смотрите, все же было закрыто. Но здесь же должны были быть... Здесь же должна быть не ножовка быть, а рукава для пожаротушения. У меня нет ощущения, что я попал в недостроенную. Такое же, как и у меня. Блин, ааа, идите сюда, смотрите. Вообще просто. Здесь тоже все в воде было. Все плавало. Где ваши кладовки? Вот здесь, смотрите, все в воде было. Тут вообще все открыто. Офигеть, как здесь. А, здесь какая-то вентиляционная, похоже. Ну, смотрите, как у вас сделано. Вообще, вон там утеплитель почему-то, почему здесь дело, это вообще непонятно. Какое-то помещение очень странное. Вот кладовки. На телефон снимите. Соседям покажете. Вот это кладовки. Тут все открыто, здесь все в воде стояло. Вот до сих пор, смотрите, сколько воды. Да, ну и запах такой. Запах, конечно, тухляка здесь полнейший. Хорошо, что камера запах не придает. Вот она, вода. Вот. Тут приличная вода. Пару сантиметров точно. Слушайте, ну она... Да не идите, не мочите. Нет, я хочу посмотреть, она откуда идет. А это, скорее всего, тоже, что они ливневку закрыли. Скорее всего, из ливневки сюда валило. Нет, она снизу, получается, должна тогда. То есть она не уходит, она просто стоит здесь. А теперь, смотрите, вот это, провода, скрутки проводов здесь. Она не уходит, она просто стоит. Она здесь стоит, она будет здесь еще год, ну там, месяц, я не знаю, сколько пройдет времени, пока это все испарится. Вот смотрите, как электричество реализовано. Вот это что вообще такое? Это временно электричество, здесь страшно сюда вообще подходить. Вот там запах. Ну ладно. Запах, да. Вот тут дальше катакомбы пошли. Блин, тут вообще просто жесть какая-то. А вы говорите, давайте не будем негативить. Вон в бутылках желтая жидкость. Блин, придется все вещи в химчистку сдавать. Вот отсюда хочется быстрее свалить. Реально хочется свалить, потому что какое-то, знаете, такое чувство небезопасности здесь. Сейчас это лифт. Осторожно, здесь он тоже оголенные провода. Вот лифт. Это, да, на втором этаже он там индикатор показывает. Круто. Тут реально фильмы можно снимать. Они тут киношникам не сдают. Так, у вас получается, Павел, один из самых шикарных в одной группе, потому что она действительно широкая. Потому что вот где мы смотрели до этого, она такая вся была в запутках. То есть здесь она вот такая широкая. И причем здорово, что здесь вход на улицу и, соответственно, во двор. Но где указатели лифтов? Вот видно, что лифты здесь. Лифт, да. Мне не хватает указателей лифтов. Здесь у нас зона. Но я не во всех подъездах был бы. И вот это, конечно, помещение такое. Нужны указатели. Реально нужны указатели. Потом я считаю, что бизнес-класс это ваше лицо. Почему вот здесь не обрезать? Чтобы вот это говнище не торчало. Согласны со мной? Ну вот так обрезать. Ну да, согласен. Либо хотя бы современные наклеечки приклеить. Лифт у нас еще в пленке. И здесь... А, здесь он у вас не высотный, поэтому всего лишь один. У нас возит секция 8 этажей наша. Поэтому у нас один лифт, он спускается в паркинг. Он широкий. То есть он полноценный. Ну вот здесь мне, например, не хватает красивого баннера. хотя бы провайдера. Потому что заходишь, вот мы с вами строительным в вагончике. Вот тоже получается у нас. Вот это подождите, это что такое? Ну это вот они установили недавно, этого тоже не было. То есть у нас нету какой этаж там, третий, четвертый. А, то есть этого не было? Этого не было, да. Это вот только сейчас в процессе. А почему застройщик сам не приклеил эти номерки? Нет, у нас вообще по проекту должны были быть красивые, то есть там что-то позолоченное. Ну в общем, стиль вот как буквы мы видели на первом этаже в МОПе, так же и здесь у нас должна быть сезона. Этого нету. То есть нам выдали номерки такие же, как на почтовых ящиках, пластиковые. Вот здесь тоже смотришь, а вот часть почему-то светильников не горит. Тоже непонятно. Ну вроде горело, да. Потом, например, вот тоже вот этот радиатор отопления, почему бы его в такую же сетку закрыли бы? Вот знаете, как кондиционер делают ящики. Закрыли бы в перфорированную сетку, в черную, например, или в цвет стены. Смотрелось бы реально красивее. А так сможешь, блин, батарею воткнули, трубы где-то покрасили, где-то нет, просто убогой старой краской. Ну это тринетец. А он не ниже должен быть? Не-не-не, они специально наверх его ставят по пожарным нормам, что если ты бежишь, чтобы ты там в него не влепился. Ну и вот, вот это получается у нас покраску, я не знаю, когда кто сделает. Вообще сделает, и вот она в таком виде. А сколько уже в таком виде? Вот эти буквы, точнее не буквы, а трафарет появился, может быть, ну недавно там, наверное, месяца нет. То есть мы когда квартиру принимали... Ну в общем они сдали, но еще доделали. Вот тоже, кстати, момент, да, принимали квартиру и паркинг, паркинг, кладовку. Мы приняли все, вот в том виде увидели, там грязно все было, вообще никто ничего не делал, не чистил, не мыл конкретно мое место, ну нашу всю эту зону. И лифт у меня не работал, наверное, месяца полтора-два. То есть я не мог спуститься на лифте вниз, хотя я принял квартиру, принял паркинг, принял кладовку. То есть получается вы припарковали машины в паркинг, вам нужно выйти на улицу и попасть, и идти пешком домой еще. Ну там можно было выйти, то есть я на лифте сразу подойти, во-первых, там все двери были, половина закрыта, ключи вообще не работали, там нам что-то включили, потом они перестали эти брелки срабатывать, ну там это квест вообще был. У вас получается евро-двушка так называемая, одна комната квартира с большой кухней-гостиной. Да, ну одна комната спальня, да, там совмещенная кухня. А первое, вот это что за блок, что это за распаячная коробка? Ну это коробка, у нас там как раз мы видели провода в паркинге, где пучок был, я сейчас сказал, что это интернет у нас, кабель, да, вот они здесь у нас. Завод, значит, холодной, горячей воды сверху, хотя бы молодцы подписали, в отличие от некоторых. Вот даже светлость, у вас стоит здесь нестандартная труба, то есть она дороже, она по шумам лучше. Ну все равно слышно? Слышно, конечно. То есть это... По-нормальному вы просто сами шумоизоляцию покупаете, в Валеруатом, в Максидоне, и ставите. Вентиляция здесь обычная. Вот, они как раз нам компенсировали, это вот все от арсенала. А, это арсенала? Слушайте, вообще красавцы. Причем канал... То есть у нас как раз вот эти моменты были, они окна еще будут менять нам попозже. О, стекла имеете в виду? Стекла, да, стекла. Поэтому это надо было либо тоже подготовить, хотя бы, ну там, застройщику сделать, там, минимальный клининг. Ну, отмывать нужно было, да. Да. Здесь планируется школа, да, на 1100 мест. Вообще ожидали ее уже к сентябрю. Думали, что она... Тут еще даже котлован не стали. Здесь нету, да. Здесь нету. Вообще думали, что она там с Нового года начнут ее уже готовить за лето, летний период как-то ее сдадут. Ну, когда она будет? Вообще будет ли школа здесь? Никто ничего не знает. Откосы пластика. Да, здесь откосы пластика. Пластик обычный. Здесь откосы пластик, вот, пластик тоже вот здесь решение как бы не совсем понятное. Получается деревянный пакет. Деревянные дорогущие стеклопакеты, окна дорогущие деревянные и обычный дешевый пластик. Конечно, это вообще никак не бьется. Ну, у меня ощущение, что нужно просто столичницу покупать и сюда демонтировать и ставить. Либо убирать. Чтобы это красиво было. Да, либо ставить уже деревянный тоже подоконник. Ну, как бы, чтобы был стиль единый. Ну, вот это, конечно, вот это просто... Это на работу здесь вся семья собираться, все, потому что здесь просто море света, огромное количество окон, причем они вот такие практически в пол. Да, вот видят кирпич очень красиво смотрится, вот мне нравится, как они сделаны. Здесь, видно, немножко кривовато у них поехал. Мы тоже, когда смотрели, вот тоже был выбор разный, там с балконом, без балкона. Изначально хотели без балкона и без балкона, только такие варианты были. Вот. Ну, и плюс, конечно, здесь ты, когда смотришь, у тебя вот Ариоста очень красиво, как архитектурное решение. Ну, это сделано, да, для типа безопасности. Вот они, Андрей, вот они как должны... А, вот здесь видно. Как они должны быть? К, скажем, фасаду дома, либо к моему деревянному красивому окну. Вот здесь можно слева, видите, как он крепится? А, не фига, да, 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 вот здесь видно, саморезом прямо в деревянное. Прямо в мое деревянное окно, которое я... Ну, вообще, они должны не только крепиться однозначно. Ну, вот это фикция, на самом деле. Конечно. Что они сделали, они должны не к раме крепиться, не к самой коробке, а крепиться, естественно, к стенке. Она к стене, поэтому сейчас тут там ветра ее вырвет, я не знаю, вместе с ним могу. Не, не, не вытрет ее, потому что на дереве саморез крепко держится. Ну, окно просверлить деревянное, которое у нас там, окно по гарантии. У нас при приемке нам выдали буклет, где написано, как за ним ухаживать, сколько проветривать нужно, там, влага, все остальное. И тут просто наглым, варварским образом просто просверлить окно. О, видно. Вот он саморез. Да. И, конечно, ну, странно. Вот здесь я вижу, вот он металл, и внизу он получается такой пообразный, и здесь скапливается влага, и это может, конечно, плохо отразиться на самих окнах. Вот там посмотрите. На окнах, да. Видите? У меня вот здесь еще где-то тоже был угол, но сейчас не видно. А, ну вот здесь видно, вот здесь. Видно, да? Здесь получается влага собирается, здесь саморезы, вода будет уходить, и не дай бог повредит окно. Тоже как-то странно. Как вообще вам комплекс в целом? Мне дом очень нравится. То есть, свой чат дома по трем корпусам. Вот мы общаемся, и сейчас, конечно, хочется, чтобы мы дальше тоже были все друг за друга. Какие-то, если у нас там будут проблемы, вот эти решения, чтобы у нас это все оно не стояло на месте, вот как сейчас там с этим паркингом, а чтобы решалось, выбрал моду, мне он симпатичен внешне. То есть, да, есть какие-то моменты, недочеты, конечно, они везде будут, то есть проблем много, но если они решаются, если ты видишь, что там, вот как здесь мысли с компенсацией, мне дали материал, я доволен, застройщик тоже пошел навстречу, то есть выдал там, может быть, с запасом даже, то есть, ну как бы это хорошо, и, конечно, это надо по всем задачам, чтобы такое было отношение. Что хотите сказать застройщику и управляющей компании? Так, застройщику, ну, спасибо, что сдали раньше срока, управляющей компанией, мы хотим видеть на нашей заявке готовое уже исполнение, то есть, чтобы мы зашли, видели, за что мы платим деньги, то есть, чтобы была работа у нас совместная. Сейчас мы бегаем просто за управляющей компанией. Колдовка, это важно, то есть, это надо сейчас прям делать, то есть, я являюсь клиентом, но это не значит, что я там должен один остаться, то есть, все, мне вот выдали ключи, квартира, кладовка, паркинг, все дальше, с нас ответственность не та, нет, они дальше должны поддерживать там дом, это там, три года, пять лет, я не знаю, сколько там, год, ну, то есть, они должны за ним следить, чтобы он, плюс мы же сейчас, ну, не мы, Арсенал его дальше продает, то есть, третий корпус, это же тоже, как бы, инвестиционная привлекательность, получается, если дом нам и жильцам нравится, мы его рекомендуем, дом там в цене тоже прирастает, это как бы выгодно вообще всем, я просто не понимаю, почему так можно забить, и просто вот, как оно само рассосется, и нормально. Вот мы с вами, например, сейчас находимся в квартире, здесь реально приятно находиться, здесь уютно, приятно, в коридорах, тут на лещаных маршах, вот в вашем, в вашем подъезде приятно, но когда мы с вами были в подвале, я в жизни бы не сказал, что это бизнес-класс, причем подвал, ну не подвал, а паркинг, паркинг, кладовка, паркинг у нас на нашем районе, если рассмотреть по соседям, самый дорогой, то есть у нас, ну я бы не сказал, что он чем-то отличается, я этот момент тоже говорил, внизу на паркинге, что там он отличается, да, мне удобно, я там спускаюсь на лифте, конечно, но когда ты внутрь попадаешь, у тебя вот эта проблема с водой, с влажностью, я там переживаю за свои автомобили тоже, я вообще не хочу ставить туда. Спасибо вам большое за экскурсию, ну и, конечно, самое главное, чтобы все недостатки были исправлены, и здесь было хорошо и красиво, как изначально вам позиционировал этот комплекс застройщик. Благодарю. Спасибо. Двор, кстати, сверху нормально смотрится, но я не знаю, конечно, хватит ли на такой огромный дом, вот этого всего двора, по мне, дворового оборудования достаточно мало. Нужна помощь с недвижимостью, пишите и звоните мои контакты в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть, обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok